Ванна красоты! Ху-ху! Ванна красоты! Чтобы вы понимали, вот что за кадром. То есть вы на меня смотрите, и с другой стороны вот смотрит на меня сына, и смотрит на меня мамуля. А мы сейчас с вами будем красить волосы. Готовы к шоу-программе? Да! Ю-ху! Начинаем! Поехали! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и за кадром, как ей показала, Дэнни и... Привет! Всем привет! Ну не то, а вот это его ручкой. Всем привет! Давай, Баба. Всем привет! Вот, скажи, я же правша правой рукой. Кажется! Все, будем смотреть, как мама красится. Иди к бабуле. Иди, мой юный блогер. Итак, ванна красоты! Ху-ху! Ванна красоты! Похлопаем все! Супер! Ванны красоты давным-давно не было, потому что я как бы люблю свой блонд. Мне нравится цвет, который я в конце концов нашла, и поэтому не хочу пока экспериментировать ни с чем. Но! Но! Тут что-то. После нового года меня начинает куда-то тянуть. Хочется съездить туда, сделать то, сделать это. И понимаю, что пока что у меня нет возможности делать то, другое или иное. И начинаются все мои желания и перемены, которые я хочу, да, изменения. Я вообще человек, у которого все должно меняться. Если этого не меняется, я все направляю внутрь себя. И как вы помните, когда я была беременна, и после того, как я родила, их прокормила грудью ребенка, у меня были разноцветные волосы. То один цвет, то другой цвет, то третий цвет. И, ну, то есть, все это выливалось в волосы. И сейчас опять то же самое. Я чувствую, меня прет, мне надо что-то делать, и опять я начинаю задумываться о волосах. Но! Я очень стараюсь осторожно к этому подойти, потому что опять я могу быть разноцветной, опять могу испортить волосы, и потом долго добиваться своего блонда. Поэтому начнем аккуратно. Сегодня нам в покраске, сегодня будет необычная покраска, я не буду красить все волосы, я сейчас скажу, что я хочу. Нам сегодня будет помогать вот такой вот L'Oreal Colorista. Мне подарили кучу вот этих всяких разных красочек, когда я была в Питере на YouTube-встрече, да, и мне подарили у L'Oreal очень много красочек. Значит, этот спрей, мы его сегодня не будем и расходовать. И вот такой вот Colorista, это такая временная красочка, она, вообще она для прядей. И я надеюсь, что то, для чего я хочу сейчас это использовать, и то, как я хочу это сейчас использовать, нам хватит одного тюбика. У меня есть розовый цвет и есть красный цвет. Я хочу розовый. Итак, что я хочу сейчас сделать? Я хочу оставаться блонд, но в то же самое время я хочу изменить цвет волос. Мне пришла такая идея, я никогда такого не видела, но, возможно, кто-то уже такое делал. Возможно, у меня ничего и не получится. Я что-то похожее видела, когда, знаете, как девушка была, допустим, одного цвета вот здесь, а ей вот так как-то раз раздвигали волосы, а там, короче, она разноцветная, или там какой-то рисунок, например, накрашенный, да? И ко мне пришла идея, а что если я вот так вот, да, хожу, гуляю, все нормально, я блонд, ну, может быть, немножко где-то видно розовенький, но когда я поднимаю волосы, например, вот так вот, да, вот так вот, хвост, то он у меня розовый становится, и тут все розовое становится. То есть, получается, хвост у меня будет розовый, когда я либо гульку сделаю, либо хвостик, я буду с розовыми волосами. А как только я распущу, они у меня снова будут блонд. Итак, как же нам этого добиться? Ко мне пришла идея, что если сейчас я подниму высокий хвост, и по периметру выпущу волосы, которые мне нужно окрасить. Мы их окрасим, они у нас высохнут, потому что это временная краска, она действует только до того момента, как мы помоем голову, то есть не страшно. И я заодно проверю, прежде чем наносить, допустим, какие-то тонирующие краски другого цвета, поярче, например, я заодно увижу, то есть, получится у меня моя идея или нет, будет ли у меня с прямыми блонд, а с поднятыми розовый. Поэтому сейчас поднимаем хвост. Интересно, мам, как думаешь, у меня получится? Что-нибудь-то получится, это понятно, а что отдельное? У меня вечно чуть в голову взберет, блин, и хрен поймешь на самом деле, что получится. Теперь я беру вот такую тоненькую расческу и просто начинаю выпускать прядики прям вот так по периметру, где-то, ну, сантиметрик может быть, вот так по периметру. Прям вот так я это делаю, чтобы вам видно было. Чтобы вам видно было. Вот так раз, и вытянула, остальное придерживаю. И так, хорошо, если вам кто-нибудь поможет. Я выпустила по периметру вот так вот прядики. Мама сзади посмотрела, что, ну, вроде все нормально, короче, должно быть нормально. Может быть, сзади даже мало, чуть-чуть. Ну, нам, короче, нужно просто посмотреть сначала, как это вообще все будет. Еще, вот здесь такой момент, впереди, что впереди нам нужно, наверное, вот эти вот убрать, как раз таки, вот чуть-чуть, да, потому что они в самом переди, чтобы они тоже не были розовые, а то получится, что у нас прям передние пряди розовенькие. Вот это я бы тоже убрала обратно в хвост, чтобы не окрашивать. Теперь, красочка, вот эта колориста, она очень проста в использовании, там находится гель, который мы наносим, какое-то время ждем, высыхает, потом счесываем, и в принципе все, нам не нужно не купаться, ничего, сейчас вы увидите. Я не пробовала, я просто видела, как делали, девчонки. Я надела кофточку ненужную, как раз таки в секунде брала. Хотя там написано, не надо использовать перчатки, потому что вроде как нигде ничего не остается, но этого я еще не проверяла, так что проверим вместе. На всякий случай возьму мусорный пакетик, как я люблю в своей ванне красоты или кухне красоты вечно использовать мусорный пакетик какой-нибудь. Завяжем вот тут, ну, чтобы даже не испортить даже ненужную маечку, тоже жалко. Вдруг эта ненужная маечка пригодится еще на что-нибудь ненужное. Итак, как выглядит наша красочка. Она вот в таком сюбетейке. И что, я не буду использовать перчатки, я боюсь. Я боюсь. Но там написано, не надо использовать перчатки. Ну, не буду, тогда ладно. тихо. все, пошла краска. Я чуть-чуть выдавила и наношу на нашу прядку. Вот так. от корня до кончик. Красиво. Цвет насыщенный. Это радует. Сразу буду делать вот здесь вот, да, чтобы симметрично все было. Волосы у меня тоже не первой свежести. Это тоже я сделала специально. Ну, я не делала их специально не свежими, но подобрала такое время, чтобы как раз таки, если вдруг что-то не получится или пойдет не так, то мы взяли и смотрели быстренько. Так. Кстати, очень быстро впитывается и как будто сразу высыхает такое ощущение. Сразу скажу, что это не реклама Лореаль. Меня Лореаль не просил снимать такое видео. Просто у меня есть такие штучки, я подумала, а что не снять? Слушайте, ну для пряди офигенно вообще. Итак, я закончила. Ручки мои вот такие, я еще их не пробовала. Мы сейчас посмотрим. Цвет очень яркий, насыщенный. У меня еще осталась в тюбике краска. Мам, посмотри, пожалуйста, как там сзади. Нормально? Тут главное, чтобы вот это было вот здесь прокрашено. Ты корни старалась красить или нет? Да. Корни здесь на самом деле не прокрашены. Ну не прям корни, вот как здесь, чтобы было достаточно. там больше не прокрашено. Вот так, да? Из-за корей. Вот тут? Еще можно. Да, что ж такое, там не прокрашено сколько. Ну да, да. Вот так? Да. Здесь вопрос, знаешь, в чем? Мы же будем вот так поднимать гладки. Должно быть розово все? Да, там розовое. Вот так главное. Вот на душах еще корни тоже. Вот корень. Сейчас вот мы поднимаем. Вот так вот, да? Фух, ну в общем-то и все. Достаточно быстро, да? Так, теперь у нас все это подсыхает. Оно уже все почти подсохло. Мы берем с вами расчесочку и все прочесываем. Они уже высохли. В принципе, почти весь тюбик мы израсходовали. Мне нравится, что гель наносится легко, равномерно достаточно и быстро высыхало. Цвет действительно, как видите, очень красивый и яркий. А можно даже... О, блин! А можно даже вообще вот хвост подняла, да? Что-нибудь закрутила наверху, а вот эти распущенные. И типа ты с розовыми волосами. Блин, как я соскучилась со своими розовыми волосами. Мои хорошие! Ну что, снова в розовые? Да правда, прям кайфу. Кайфу у меня на душе прям сейчас. Давайте теперь попробуем смыть руки. Останутся они такие и смотрятся как следует. Слушайте, но не обманули L'Oreal Colorista. Спасибо им, потому что у меня белый еще маникюр и я очень боялась, что у меня везде останется что-нибудь, хоть какой-то пигмент. Но все смылось и даже то, что позалезало в загрома, конечно, оно все равно легко все смылось. То есть примерно это, наверное, работает как, не знаю, может быть, какой-то мелок, который сразу смывается. То есть, да? Вот. Все, у нас уже совершенно все подсохло. Даже не нужно было сушить, представляете? Вот настолько легкой текстуры и так вот волосы прям ощущаются прекрасно. Ну, немножечко подсушенные, конечно, чуть-чуть. Ну, я вам даже скажу, намного лучше, чем мелок там тот же, да? Или что временное я окрашивала тушь. Хотя с тушью тоже прикольно было. Вот может, как тушь она работает, просто консистенция другая. А может быть, это вообще ничего сравнивать нельзя. Кстати, у нас мы тоже нигде с вами не розовые, по-моему, да, не вымазались. Все делала аккуратно, все целое, лицо целое. То есть особо ничего нам смывать, стирать не нужно. Вот чуть-чуть только тут потерять. Мне нравится такая идея. Кстати, любимый звонил параллельно. Сейчас я ему перезвоню. Он еще не знает, что я крашусь и что я вообще собиралась краситься и не буду говорить, что я снимаю видео. Сейчас, что он это скажет. Я скажу, я покрасилась полностью. Кисть, ну что? Я снова розовая буду, тебе нравится? Нет. Почему? Я очень соскучилась за розовым цветом. Давай с розовым похожу. Ты уже просек? Это волосы, нет? Ты просек, да, что я не все покрасила? Ну а, сразу пусти. Подожди, я видео снимаю. Сейчас буду распускать с девочками. Редкие, здесь волосы мало. Ну я чуть-чуть взяла, чисто из-под низу, по сантиметру, по периметру. Чтоб хвост собирать, он был цветной. Чего, будешь тоже смотреть? Да, вот мне делать больше нефиг. Ну посмотри, посмотри. Я вижу, что ты хочешь. Видно тебе? Ну что, крошки мои, распускаем наши волосы и смотрим, получилась ли, получилась ли моя идея в натуре. Или не стоит так заморачиваться и красить реально, реально красить волосы. Та-да-да-дам! Прячем. Прячем. Прячется? Наша красота прячется? Ой, смотрите, ничего нет. Только чуть-чуть из-под низу торчат прядки розовые, а так ничего нет. Сейчас расчешем. Девчонки, кому 16 лет, 13 раз такие покрасились? Хренакс! Распустили волосы, мама ничего не заметила. Да? О! Все, мамочка, ничего у меня нет, ничего не покрашено, да? Сзади ничего нет. Мам, я не покрасилась, не-не-не. Только мама за дверь. И мы сразу такие, хвост делаем. И на дискотеку. С розовыми волосами. И с красным лицом. Мы уже вверх ногами были. Ну, что-то типа того. Мам, ну че? Мам, ну че? Ну че, че? Ну ровно вообще хоть? Ну да, в общем, равномерно. Сзади ровно, сзади прям розовый. Вот здесь впереди только вот это, что мы выпустили. Но нам же нужно как-то прятать наш розовый. Да, вот здесь получается плешка у нас, видите? Но, если мы ее закрасили бы, то у нас прям у лица были бы розовые пряди. Мы бы маму не смогли обмануть. Чему я детей хочу. Но можно, знаете как, че-нибудь вот здесь вот так замутить, как-то вот сюда перемешать их. Может быть, можно что-нибудь сделать? Я не знаю, вот как с этим моментом сделать. Вот. Ну вот, да, поняли? Че-то, короче, замутить можно. Вот. Прядку на прядку положили, когда хвостик делаете. Ну и вот так хвостик получается. Ну тоже, по-моему, ничего. Короче, все, они поняли, что пошли к стенке. Подожди, Зая, ну тебе нравится идея вообще? Пойдем к стенке. Или фигня фигней? Фигня фигней. Пошли к стенке. Да подожди, Зая, мне надо тут все повыключать, закрыть, прежде чем идти. А мне надо идти. Ну иди, сходи, потом придешь. Потом придешь. Нет, я потом не смогу. Я потом не смогу. Мам, мам, на это, отведи к сыну. Пошли. Привет. Сюда. Даже петра. Можно, например, если такая прическа, чуть-чуть, да, мы здесь подняли. Вот. И ты как бы блонд, но как бы у тебя выглядывают. То есть подними розовый. Тоже неплохо. Кстати, я заметила, что пока я делала все это дело, ручки у нас немножко покрасились. Также можно взять вот эти две прядки и отвести их назад. Смотрите, тоже неплохо получается. Да? Тоже интересно. В общем, мне кажется, неплохая идея, что-то интересненькое получилось, но я, наверное, все равно не буду окрашивать так в реальный цвет, потому что потому что все-таки не совсем то получилось, что я прям ожидала. Но идея интересная. Прикольно. Блин, а может я и сделаю, хрен его знает. Мне что-то нравится. Что-то необычное. Мне нравится. Ну, что нет? Тем более, не все волосы порчу, а только там внизу. И в конце концов их можно затонировать в любом. Вот так вот какие-то перемены. Я не могу. Мне надо, мне прет. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, ставьте лайк за то, что я старалась, за мои эксперименты, за мои идеи. А если кому-то понравилось, то, в принципе, можно использовать любые другие цвета, какие вам нравятся. Мне для окрашивания хватило одного тюбика. И тут даже еще осталось, мне кажется, еще на такое же окрашивание. Он как бы тяжеленький еще остался. Колориста мне понравился в целом. Конечно, да, он остается на руках, но можно, в принципе, взбрызнуть лаком. Например, попробовать зафиксировать. Не знаю, не пробовал, но как вариант можно спросить. Я с удовольствием похожу как эксперимент для того, чтобы перед тем, как краситься. Мне кажется, это замечательно. Все, мои хорошие, экспериментируйте, удовлетворяйте себя, волосы сильно не портите. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok